English listening practice на канале английский с Натальей Алексеевной. Improving listening skills. Улучшение навыков восприятия на слух неизвестного текста с последующим переводом его на русский язык на канале английский с Натальей Алексеевной. Часть 4. Существует заблуждение, что текст нужен для восприятия какой-то информации на слух. У нас нет текстового сопровождения. Это обосновано тем, что когда мы видим текст, мы учимся читать. Текст мешает развитию навыков аудирования. Неизвестные слова. Funeral – похороны. Severance – слуги. Selfish – эгоистичный. Guest – гость. Own – собственным. Unhappy – несчастлив. Little money. Мало денег. Was dependent on. Был зависим. To persuade. Уговаривать. Persuaded. Уговорил. Уговорила. А сейчас слушаем текст. А few days later, Henry Dashwood died. And very soon, everything changed. As soon as Henry's funeral had taken place, Fanny Dashwood, John Dashwood's wife, arrived at Norland Park. Little Harry and all her servants were with her. The house was Fanny's home now, and she wanted to make sure that Mrs Dashwood and her girls understood this. Fanny Dashwood was a cold and very selfish woman. She had no kind feelings, and she only thought of herself. She did not care about Mrs Dashwood and her daughters, but she was polite to them at first. You must all stay at Norland Park for as long as you wish, Fanny told them. John and I will make changes, of course, but you will always be welcome guests here. Mrs Dashwood was now a guest in her own home, and she was very unhappy. She had very little money, and she was dependent on John and Fanny. Fanny now gave orders to the servants, and she decided how much money was spent. Mrs Dashwood had never liked Fanny, and she did not want to live at Norland Park any longer. But her eldest daughter, Eleanor, persuaded her to stay. Теперь переведем этот отрывок. As soon as Henry's funeral had taken place, As soon as soon as soon as possible, funeral, funeral, quieran, Как только произошли похороны, Как только случились похороны, Как только прошли похороны, Выбираем любой перевод, какой нам кажется лучшим. Жена Джона Дашвуда, Фанни Дашвуд, прибыла в Нолан Парк. Маленький Гарри и все его слуги были с ней. Теперь это был дом Фанни, и она хотела убедиться в том, что миссис Дашвуд и девочки понимают это. Фанни была холодной и очень эгоистичной женщиной. У нее не было добрых чувств, и она думала только о себе. Ей были безразличны, миссис Дашвуд и ее дочери. Но сначала, at first, она была с ними вежливой. Polite. Вы должны все остаться в Нолан Парк. Так долго, как вы хотите, сказала им Фанни. John and I will make changes, of course. Обратите внимание. John and I. Мы не переводим John и я, потому что в русском мы так не говорим. А мы переведем. Мы с Джоном. We'll make changes. Сделаем изменения, поменяем что-то. Of course. But you will always be welcome guests here. Of course. Конечно. Но вы всегда будете желанными гостями здесь. Миссис Дашвуд была гостей в своем собственном доме. И она была очень несчастлива. У нее было очень мало денег. И она зависела от Джона и Фанни. И сейчас Фанни отдавала приказы слугам. И она решала, сколько денег потратить. Миссис Дашвуд никогда не любила Фанни. И она не хотела жить в поместье больше. But her eldest daughter, Элена, persuaded her to stay. Но ее старшая дочь, Элена, persuaded, уговорила ее остаться.